canon 90d приходит вот в такой вот коробке очень большой на самом деле можно сделать было ее поменьше сейчас вы сами узнаете почему я уже распаковывал эту камеру поэтому внутри только комплектация камера лежит здесь рядом здесь инструкция одна книжка вот довольно таки большая но здесь нету русского языка но есть еще одна инструкция которые еще больше здесь есть руководство по началу работы с цифровой камерой я не собираюсь этого делать распечатывать ее это как целопани здесь было также здесь есть диск у кого все еще есть сидером может его установить там возможно из какое-то программное обеспечение на английском языке да тут есть какие-то программки зарядное устройство и которое нужно здесь соединить поменять либо кабель либо само зарядное устройство и также здесь был аккумулятор который у меня уже стоит в камере это снимается и собственно здесь была сама камера и вот это место абсолютно свободная то есть я так думаю что возможно если вы заказываете куда версию с линзой то она будет там лежать а так больше здесь абсолютно ничего нет давайте перейдем непосредственно к самой камере что еще хочется отметить что камера приходит с вот таким вот офигительным ремешком очень качественный плотный широкий хороший по-моему только canon такие кладет к своим камерам и знаете неважно какую камеру canon вы покупаете с ней будет очень качественный ремешок сама камера выглядит очень классно вот она один в один как ее предшественник 80 дней с несколькими маленькими отличиями сейчас расскажу какими с вот этой стороны здесь появился джойстик для управления в предыдущей версии его не было и также они немножечко изменили дизайн сделали вырезы вот здесь здесь для удобства открытия экрана то есть его встала очень удобно открывать также плюс экрана в том что он полностью поворачивается то есть можно снимать и себя и если вы снимаете не себя то вы можете снимать под любым градусом под любым наклоном то есть вы всегда все будете видеть это очень удобно аккумулятор у меня кстати уже они еще еще есть заряд он уже очень долго держит у меня вообще аккумулятор очень хороший и он очень долго снимаю то есть я снимал около двух часов и он полностью не разрядился у меня здесь есть настройки то есть вы можете переключать вот этим вот джойстик давайте вот так сделаем переходим меню настройки то есть вы теперь можете управлять джойстиком можете клавишами как вам удобнее можете здесь сенсорный экран можете управлять сенсором также хочется отметить что это первая любительская камера которая снимает 4к и снимает в 4к на только 25 и 30 кадров в секунду то есть если вы читали описание камеры то там указано что она может снимать 120 кадров в секунду то это только в качестве full hd настройки качества видео мы видим что здесь есть параметры видеозаписи вот 4к в 25 кадров в full hd 50 и обычный hd тоже 50 и также можно настроить чтобы он снимал 120 кадров в секунду если вам это прям нужно для может слова моуши но также full hd вы можете это все настроить так возвращаемся в 4к и также здесь есть очень хорошая автофокусировка то есть камера сама фиксируется на объекте вам не нужно по сути ничего делать если нужно это проверить чтобы еще из таких плюсов мне бы хотелось отметить так это то что у него очень хорошее качество съемки то есть вам не нужно будет ничего особо красить на монтаже цвета очень естественно передаются и мне это очень нравится в этой камере ну и также конечно вас должен быть хороший объектив даже получше чем у меня который сейчас стоит это а так в камере 32 мегапикселя и для любительской съемки это вполне достаточно хотя опять-таки при хороших объективах можно даже получить такую кинематографическую картинку хорошего качества в принципе это все что я хотел сказать по поводу этой камеры мне она очень нравится я буду ее пользоваться ближайшие года 23 так это точно может даже больше если у вас остались какие-то вопросы задавайте мне их комментарии а на этом у меня все все и и и и и